Предполагалось, что эти протесты станут шагом вперёд на пути к светлому будущему. Но теперь всё пошло в другом направлении. Я сказал, кто из вас хочет забрать мой автомат? Кто хочет забрать мне пистолета? Кто хочет забрать мне пистолета? Кто хочет забрать автомата? Кто хочет забрать мои ножи? Один из лидеров праворадикального движения «Правый сектор» подкрепляет свои слова действиями. Документы, Биом. Я с оружием, предупреждаю последний раз. Ты тоже с оружием, а я с оружием. Я говорю документы свои. Документы, я говорю. А вы кто такие? А вы кто такие? Предъявите вы свои документы. Документы, говорю. Свои документы предъявите. Кто вы такие? Привет. Члены правого сектора, боевого крыла Майдана, захватили два этажа гостиницы в центре Киева. Съемочная группа РТ стала свидетелем того, как группировка врывается в занятый номер. Внимание, не делайте себе проблем. Пожалуйста, выйдите с поднятыми руками. Мы знаем, что вы в номере. Номер и так откроется. Простая проверка документов. А это кадры из Ивана Франковска. Из дерева сделали виселицу и написали «Предатели Украины». И хотя не уточняется, кто именно является предателем, сейчас на Украине под это определение попадают многие. Экс-чиновники, милиционеры, русские, евреи. Все, кто ассоциируется с бывшей правящей партией регионов. Внушать страх – вот тактика, которую избрали те, кто называли себя мирными демонстрантами, выступающими за демократические реформы. Ирина Галушка, РТ.